Заходим сейчас в фурлу. Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Хочу вам сказать, почему я вожу вас по тех же самых аутлетах, потому что в таких аутлетах, как Гуччи, не разрешают снимать внутри. Я верю, что очень много появилось жёлтого зелёного цвета, так как хорошо, что я взяла всё-таки ту жёлтую сумочку. Ну, как-то я её полюбила сразу так, сразу так сомневалась, сомневалась. Думаю, как она будет у меня в использовании, в носке, куда я с чем буду её скомбинировать. Но-но-но. Полюбила, она мне подошла. Так, 50% на рюкзаке. Какой-то на рюкзак, ну, более такой спортивный. Мне хочется какой-то гламурненький рюкзачок. И это за большой, тот за маленький, тот за большой, тот за большой. Немножко мигает свет тут, а тут даже 70% скидки. Ну, давайте так, чтобы ориентировались. Цена на сумочку 70% скидкой получается 131. У меня сейчас вот эта со мной, я с ней приехала. Тут 70%. Вот такие мне интересные подлёнки, когда надеваешь одежду для ноября. И вот такую турбочку-сумочку, которая, как хочется сказать, подлён на лето. Мне интересная она. Вот смотрите, даже музыку выключают, когда захожу. Они тут даже не надо особо просить, уже не знают, что надо музыку сделать тише. Смотрите, кто любит фурлу, да, вот можно такой презент тоже на 8 марта или на Валентинчика, кому куда. Да, вот можно такой брелочек 29 евро, 45 евро. Вот это Келли, Келли называется, которая у меня, Эрмесовская. И мне эту Эрмес подарила моя туристка, подписчица, подруга, которая год назад, нет, месяцев 10 назад она подарила вот эту Келли, Эрмесовскую. Я ещё орала на неё. И она же мне подарила поездку в Доминика, она тоже сделала мне такой сюрприз. Видите, фурли, это 70% скидки. Ну, очень маленькие. По 79 даже. Вот кто хочет иметь марку. 79 евро есть в сумке. А что пишет 79, если здесь пишет у нас? Ну, 129. От 79, наверное, смотря какая. Тихонько так обходим с вами всё. Ну, вот цвет бургонзи, 113 евро, пожалуйста. Модель такая, как моя, только другое качество кожи. Не совсем удобная. Кучинелли мне удобнее, потому что побольше всё-таки. Сюда я меняю специально портофолию, чтобы меньше чуточку было. Не каждый сюда войдёт кошелёчек. Если я буду брать малютку, то я его могу потерять, когда вынимаю ключи от машины, понимаете? Так что мне не очень удобно. Вот девочка с такой же стоит. Я показываю, что лицо не беру, не беру лицо в камеру. Не все хотят, не всем это нравится. Вообще-то не разрешают, но я бы тоже, наверное, не хотела бы. Я стараюсь позировать всегда в очках, а тут меня будут вот так вот классать. Мне тоже бы это не понравилось. Так что всё правильно, что надо спрашивать согласия, какие пастельные-то надо. Этот красивый цвет, это не голубой, и это не мята, но он такой нейтральный. Вы знаете, красиво будет и с бежевым, и с серым, с белым, с чёрным. Сочетание вот бежевый. Он на фоне бежевого смотрится, и фурнитура такая золотая, приглушённая, тоже не такая броская. Он не вырывает глаз, не вульгарная. Я всегда говорю, что сексуальность и вульгарность очень рядом ходят. Надо не переворщить, потому что есть девочки, которые этого не понимают. И как оденется, я говорю, ну что ты одела, пожалуйста. Ну ты же тоже носишь короткое. Я говорю, смотря куда я его одеваю, смотря с чем я это сочетаю, и как я в нём смотрюсь. Надо чувствовать эту грань. Ага, тут ещё есть кармашек такой, да? Ещё. Что новенькое? Вот такую модель тоже у меня знакомые купили. В дашь моём очень удобной. Но она мягкая, тоже хорошая. А только у что такое будет? Десят процентов. Идея. Сейчас посмотрим, сколько такая будет. Тридцать процентов. Что будет? Что выйдет? Сто девятнадцать. Ну цены, если хотите. Сумку от Фурлы, то, конечно, цены. Вот это те, которые мне понравились на лето. Но она такая же маленькая, как та, что я ношу. И длинный ремень есть или нет. Мне интересно, сколько её цена тоже. Боже, цена душу греет. Сорок девять евро. Ну это просто ткань, видите? Просто ткань. Но вот только под лёд, на лето. И даже и под шортики. Сейчас посмотрю, если длинный ремень. Я спросила девочке, можно ли вместе две ручки. Потому что не смотрится, если эта сумочка маленькая и только большая ручка. Надо, чтобы было это пластмассовое вместе. Не возможно, я попробую. Да. Да. Я не могу это. Всё-таки я вернулась к рюкзаку, посмотреть хоть цену. 155. В принципе, мой... Это... Ну и джо такой же большой. Ну и вот только на верхнюю одежду. Такой большой, летом не оденешь. Ещё хочу посмотреть, почём платки. Так, платки, вот, девяносто девять евро. Красивая расцветка. Голубой и вот этот розовый. Красивая расцветочка, да? Ну вот, сто евро поток. Странно, но на моей сумке фурла ремень такой же, но не написано на нём фурла. Видите, как хитро сделано. Хотите, чтобы было написано фурлу, покупайте. Несколько? 65. На этом мы закончили осмотр фурла. Я ничего там не прикупила, потому что в этой сумочке полосатой, которая говорила, что можно одевать под лён, летом там два ремешка вместе, невозможно цепить. А если один только без этих пластмассовых ручек, ну, это некрасиво смотрится. Мне она лично не надо было, но просто моя такая скидка 49, может быть, на лето пригодится. Рюкзак тоже за большой. И надо возвращаться к Флоренции. Моя мама меня ждёт. Мы вместе пообедали. Она осталась на улице, сказала, в машине не буду, буду на солнышке сидеть. Я говорю, хорошо, посиди на солнышке. Надо возвращаться. Я заказ свой сегодня не выполнила. Ну, ничего. Не сегодня, так завтра. О, такая кофточка хорошая. Ари ведерчи.